Технологии, то, о чем я говорила, будем, конечно, записывать, потому что практика, то, что вы ушли отсюда и уже смогли что-то приготовить этим методом для себя, для себя, для, скажем, для своей семьи, для работы. Немножко хотя бы два слова, допустим, ну, завтра мы познакомимся, потому что мне будет понятнее, еще более понятнее, как вам давать, что больше давать, что вас больше всего заинтересует, скажем так. И еще, кто придет, пишите вопросы, давайте мне вот ваши вопросы, чтобы вы не остались, скажем так, неудовлетворенными, чтобы вопросы, ответы, вернее, на ваши вопросы вы получили. Но главное, что это практическая, скажем, информация, то, что для вас понадобится, почему вы в рацион питания коснемся, каких-то форм, вот аптечки наши, потому что, ну, цветы зверобоя есть везде. Если мы научимся ставить масло зверобоя правильно, технологично, ну, и, конечно, дам очистки организма, вот, прежде всего, мои авторские, которые, как бы, вот, нет нигде. Ну, дам, скажем, по аллергозам, есть, скажем, к аллергии у каждого второго, у каждого первого. И есть средства, средства быстрого реагирования при аллергозах, бронхиты, да, безусловно, конечно. Вот, сегодня, вот, говорю, обструктивная, хроническая обструктивная болезнь легких и все такое. Прежде всего, как ни странно, с бронхитами лечите почки, вот, потому что почка питает легкое, легкое питает почку. Если легкое слабое, бронхи слабое, надо обязательно, потому что почка, знаете, как, почки одна. Вот, видите, вот такие. Вот, видите, как, тем более, тем более, это очень важно. Вы педиатр? Нет, 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 я больше в экстрасенсорике. Понятно, потому что у меня просто бывают и детские врачи, педиатры, когда они усилены, вот, мне что-нибудь по детству, что-нибудь, что можно решить. Ну, скажем, бронхиологичное нужно всем, не только деткам, но и взрослым, потому что мы все рано или поздно бывают и заболеваем, и вирусы, и все, что угодно, когда это все может понадобиться. Так что, зададите вопросы, если я по ходу буду, вот, говорить, но лучше, чтобы вы мне писали. И когда вы посмотрите, может, даже договоритесь между собой, что вам захочется в таком ключе. Хотя, все-таки, задача основополагающая, сам принцип, как сварить сироп, принцип даже сам. Потому что, вот, вы сварили, допустим, на листе березы, правда, в каждой массе сварить. И сразу приобрели, и бронхиологичное, и мочегонное, и желчегонное. Принцип, как поставить масло, принцип, тоже надо. Почему вот такое разведение спирта, а почему вот такое-то, все нужно знать, скажем так. И еще, как сбором простейших из пяти растений можно делать абсолютно все. Этим сбором можно снять проблемы в желудочно-кишечном тракте, боли какие-то, или выназвратить воспаление, улучшить пищеварение. Этим сбором можно печень полечить, желчные пузыри. Этим сбором можно превратить инфаркт. Если у человека стенокардио-напряжение, он работает в очень серьезном режиме. Вплоть до того, что ожог у человека большой поверхности. А мы этим же сбором вовнутрь дали. Мы быстрее ускорили все процессы, в том числе интоксикационные. То есть есть такой уникальный сбор, который на все случаи жизни может быть карманным, скажем так. Когда вы ничего не знаете, когда можно сделать так. Но много всяких таких моментов интересных. Это потом, когда вы вошли в тему, вошли, вам это все интересно. И идут дальше семинары. Мы уже идем работать по нозологическому ряду. Что только нозологический ряд, когда уже по формам заболеваний, по направлениям. Вот допустим, приезжаю и говорю, вот мочеполовая система. И мы все разбираем в заболеваниях почек, чем лечится, как, чего, почему. Женские заболевания, мужские заболевания. То есть это вот так. Что еще? Ну, зато еще, конечно, по инфекциям, по простудным заболеваниям. Немножко какие-то, скажем, рецептуры, которые могли бы вынести с собой. Ну, вот так, скажем так. Будет понятно. Спасибо.